ну давайте скажите это со мной skyrim anniversary edition а я шустро здрасте здрасте у меня сейчас отключен режим выживания потому что я телепортируюсь то сюда то туда и еще буду это делать и возможно я хотела это сделать вместе с вами потому что блин как мне помозолил мозг этот квест это кстати квест моя фермерская да моя фермерская моя фермерская жизнь по-моему да это поместье злотоцвет здесь у нас первое поле где-то еще у нас еще одно поле ну и вот это поле здесь это понятно и вот она наша или и вот она наша или которая стала здесь управителем здесь у меня посажены были вот капустка сюда хочу еще картошки притарабанить чаще что-то еще хотела сделать короче где-то было что-то еще но это не точно наверное наверное это все кстати корну а здесь у меня химический ингредиент который кстати очень много всего дают и надо было с или ему тереть если не хорошо 122 то есть прошлый раз я забрала две с полны тысячи так что в принципе плантации дает неплохие деньги вот и нам нужно сейчас построить загон для скота или может закупить скот для фермы так давай украшение все ночи закончилось полено закончилась мельничка полено тоже полено полено хорошо пойдемте делаем о прикольно получился этот круто забавно чем и внутри кстати я тоже вам покажу как и это все для скотов забавно внутри все оснастку делается через или просто не подходишь и говоришь я хочу то 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 и даже не надо ничего ждать она сразу же там с экран гаснет и все то есть это я уже оставила за кадром потому что это неинтересно а вот маркер который свое время не указывал на столярный стол это было весело это я это да это я прям кайфанула я просто бегала как хрен пойми кто не поймет чоп чё происходит чё надо делать как как вообще закончить квест моя фермерская жизнь объясните мне так и почему-то ты перестала колоть дрова надо будет там доделать все остальное и скотт мы тоже сейчас обязательно сделаем да можно на прямо сейчас слышь усела сюда может скотт купить конечно что тебе нужно давай корову присмотрю тебе хорошую корову года экран гаснет так подождать несколько дней пока не начнет приносить доход так конечно что тебе нужно несколько коз я это мигом устрою услышали тебе еще что-нибудь нужно так конечно что тебе нужно почему режим наживания включен потому что я посмотрела да там нужны петли гвозди а это было только у меня дома поэтому сейчас мы еще слетаем за алхимическими ингредиентами под которые вот сюда вот можно посадить да и за какой-нибудь провизит картошку посадим там дом было было немножко посмотрим что там и как пока закончим с этим так кузнечная наковальна ночлежка давай улей полена карьерный камень карьерный камень полена все давай еще еще немножко лучше ну вроде пока все красиво гулии то тоже алхимические ингредиенты давайте уж закончим закончим этот квест и я ненадолго ненадолго вас покину потому что за кадром я полетала восстановила в вайтране дерево неинтересный квест и пошла плохим путем убила там всех сок короче взяла не саженец кстати кто помнит как именно саженец добыть напомните мне кому не сложно потому что я четко помню что можно взять побег древа при хорошей концовке и сок при плохой и вот не помню вот пыталась вспомнить но чет гуглить как-то было лень в 4 утра у меня почему-то с карим выходит писать только вот до 6 до 7 утра и вот это назначает то чувство когда ты полная сова сидишь такая у компании по угу потом спишь пару часиков вперед дальше по делам так отлично поперегружаться сильно не будем о смотрите у них ночлежка отдельный дом крутяк крутяк мне нравится это место я бы не хотела наверное здесь прямо жить жизнь чтобы вот именно сюда перед да блин полено еще нужно по прикольно суши большое большое поместье не хотела бы здесь именно жить на постоянку потому что ну такое маленький дом и не особо красивый наверное все таки по традиции хотя где наверное не знаю в каком доме я буду жить только мне надо его найти с ним связан ну как бы это новый новый на карте новый этот объект новый дом опять на карте но на него не добавляется никаких не меток не заданий ничего может быть вы поняли уже о чем я говорю он с облой связан с обливионом так все давай еще парочку уже наколем эту то бегу и туда-сюда я тоже пару дней подождем а мы даже не будем пару дней ждать мы мы слетаем домой возьмем пару ингредиентов не есть какие-нибудь ингредиенты в инвентаре но у меня те ингредиенты о послён есть давай посадим послён и чеснок блин а чеснок можно вообще высаживать нет чуть я не помню а можно вот сюда попробовать можно нет чеснок нельзя ну шо чпуньк а вот сюда хочу снежные ягоды будет красиво некрасивые кустки 3-ная мельничка блин да вы запалили железные фурнитуру мне надо было вот это сделать но мельничка мельничка пашет человек пашет и ливана просто пашет ну-ка на облачке помидорка полетели домой скинемся скинем все что есть возьмем три снежных ягоды картошку наверное отчасти этот дом мне нравится а и железную фурнитуру сделать обязательно вот надо не забыть напомните мне так чертополох мать твою давайте выложим все что есть не люблю когда вы видите всю эту подноготную но как называется снежная ягода кстати сердце дейдра одно раз снежная ягода надо три штучки и жжу тролля да но кстати это не 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 выпало нам никаким квестом что самое интересное кстати дано строечный кристалл нам дали петля полена но это там дома выложим книги ингредиенты зелья для либо продать весь ничего продать здесь тоже ничего нет все остальное дом выложим фурнитуру сделать спасибо спасибо что напомнили картошку забыла это я молодец только чешется пойдем картофель заберем у нас хотя еще пожрать на серию то до всякого тут валяется то что такое черепок наверно круто жить все равно в доме которым ты построил наверно картофель у нас как раз четыре штучки нам будет более чем достаточно никто кстати на ютубе не показывал вот это все по месте блин а я реально тупила без этого маркера без вот этого маркера потому что я что-то вообще забыла о том что все сделалось через илью я даже не подумала блин все здесь все закончено кстати куда это на воду удобно а зачем смотри-ка как круто нормально так давай снежную снежную ягоду пожалуйста сюда сюда так и пойдем картошечку посадим и и тут не очень много но зато у нас всегда будет что поесть даже тот же самый дурацкий картофельный суп согласитесь капустный суп простите давайте давайте сюда сложим все ингредиенты вот это я пока тоже сюда сложу замок корунт это понятно это нельзя выкинуть вот это полено серебряная руда солома и стекло замечательно все теперь я предлагаю мини экскурсию по дому здесь как бы все готово кроме кроме да не да все по моему готова на все в принципе денег хватило вот заберем отсюда яблочный пирожок отбивную потом поедим волк плетенка кухня блин рыба убийца к огромна маленький мини музей меня в принципе ну ничего так понравился пару стоечек для оружия пару манекенов самый красивый святилище которое кстати можно было выбрать самостоятельно я взяла что-то джулиануса не знаю почему благословение знак мага древнее знание в словаре дает вам бонус 25 при ношении двемирской брони и наука кузнечного дела растет на 15 быстрее приятно лечебное заклинание эффективное повышение магии благословение джулианус а вы ищет магию на 25 вот почему я взяла джулиануса но здесь понятно кладовая это книжная полка нет это буфет для кладовой алхимия зачаровалка и плюс еще какие-то пару стендов да чтобы клешня клешня это хорошо на магию бутылочку уже готовых нету ну в принципе дом то неплохой такой простой простой обычный дом чё тут ну и хозяйская спальня с книжными полочками цветами контурская книга все обычно все стандартно давайте пару дней пару дней поспим отлично дневную прибыль или но часто часто должно быть о смотри он красиво красиво 2 зашибись давайте хоть еще в дом зайдем к ребятам посмотрим или а привет что тебе нужно нужно прибыль забрать очень хорошо 1058 забрать излишки продукции из складовой встречи стоило для буцефала ночлежка плантации золотые холмы слушаю ну у них тоже тут очень все добротно смотри-ка нормально и даже был даже очень хорошо я бы сказал так излишки из складовой пойдем посмотрим может хотя бы квест завершит красиво выглядит согласитесь для раздолбанного того что было это прям прям банч на вот зачем зачем это все на излишки из складовой так зерно молоко яйцо произведено на ферме будет автоматически помещаться в буфет круто смотри суло теперь мы можем нормально печь смотрите у нас есть всегда ингредиенты которые сюда добавляются я вам скажу что это бэнч замечательно прям и проходи проходили да спасибо слушайте очень 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 хорошо и добротно я довольна так сейчас я сделаю еще парочку дел которых я хотела сделать в рублю выживание и мы будем дальше с вами выживать все увидимся когда я пойму что мы будем сегодня подписи сети потому что я вот нужно что-то ничего не нужно да я еще не придумал чтобы своим будем делать просто нашла то самое место о котором много так слышала и решила вот проверить если не ошибаюсь то эту локацию локация называется глаз мара и и в этом дополнение переработали до пруд глаз мара нас добавили вот это место пойдемте тогда заглянем полет писька пробовые котлетки мое где мое так собственно по моему если я не ошибаюсь здесь какая-то книжка связанная с господин с алхими должна была быть по моему здесь по моему подвал с этим даст но это мне нужно с этими с кровоси 7 до до логово глаз мара пойдем зачистим есть там кто то есть конечно здравствуйте да есть конечно есть всегда он наконец-то качнулась фига себе красиво так забрать 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 дневник контрабандиста по моему никаких кастов не дает поэтому это старая фигня поэтому не будем даже запариваться вот в таком ускоренном режиме я чищу карту ну чищу конечно слово такое себе потому что как вам сказать я просто делаю то что то что нужно путаюсь делаю это квесты не интересные не интересные в плане того что за столько лет все люди в любом случае их уже проходили хотя бы вот ну конечно если что-то интересное или что-то нужное то конечно я это делаю только с вами как например сейчас испепеление мне мне бы кстати распродаться уже кач-кач перекачь чтоб ты сыром сразу отлично вот неинтересно он дозорного стандарта удержали по продать все хорошо зачистили теперь мы будем знать что кровосиси нам не помешают и пойдем смотреть на наш будущий дом не знаю почему ты мне нормально там висельный зал почему-то мне показалось что это прям прекрасный дом ну прям тоже так для вампира или что-то то что за такое но нифига не светлый ну вроде как так дневник наары начата сны мертвых мой прежний наставник любил собирать всякое прочесть первую подсказку высшего некроманта скелеты и посохи бесценные артефакты самые ценные в его коллекции был посох и шлем самого манимарка короля червей собственно четвертый олду скроллс напомните если кто знает в третьем был король червей или нет возможно был но это не точно потому что я не играла в третье а еще наставник любил собирать учеников чтобы в нашем ремесле еще опаснее чтобы в нашем ремесле еще опаснее чем собирать что в нашем ремесле еще опаснее чем собирать артефакты делаем баб Sarah OMG спасибо он прекрасно знал к чему меня приведет мое чистолюбие он знал что я украду его артефакты и убью любого кто встанет у меня на пути даже его Поэтому, по тому, как и полагается хорошему некроманту, он позаботился о том, чтобы его ловушка поймала меня даже по ту сторону могилы. Двери защищает какой-то незримый барьер, но должен быть способ его убрать. Наставник был очень осмотрительным, он наверняка оставил какую-то лазейку на тот случай, если он сам попадет в свою ловушку. Вообще, я начинаю думать, что он нарочно все это подстроил. Его последними словами было «начинай с карты». Я обдумала его подсказку и кое-что уже складывается. Флажки наверняка символизируют факелы, нужно просто вынуть правильный. И все, да, закончилось на этом все. Большой камень души спящую. Мальба Наара, открой дверь. Выпусти меня. Прочь из моей головы. Сама Наара, скелет в капюшоне. Тревожненько. Внутри скелета в капюшоне явно что-то есть, но почему-то я не могу его поднять. Нет, но заклинание не работает. Труп наверняка есть... Там тут наверняка есть какая-то хитрость, которую я пока не понимаю. Наставник положил туда кое-что важное, но чтобы до этого добраться, придется как-то поднять скелет. Топычка, твою мать! Что же все летает-то? Кровольный тряпкий. Какой-то посох улетал. Первая подсказка высшего некроманта. Подобрать факелы, отмечающие путь мага. По Скайриму странствует маг, вынюхивая души людей. Из каждого города он уносит факел, символизирующий свет мертвых. Его путь начался с путешествия на запад, в Марфал. Оттуда он пересек равнину, направился на юг, к Волкриту и воспользовался алхимическим столом. Далее он направился на северо-восток за рекой и оставился в таверне Ночные ворота, где приготовил себе ужин. А затем раздобыл там факел. Наконец-то он отправился к северу, к форту Дунстаг, где и окончил всего путешествие. Лишь собрав свет четырех душ, он получил благословение короля червей. Марфал, вот это пересек Фолкрит. Марфал, потом Фолкрит. Таверна, форт. И что? Ага. Ага. Хелген. Фолкрит. Смирай. Роликстед. Так, он пошел в Марфал. Оттуда он пошел в Фолкрит, да? Оттуда факелсом. Роликстед. А, подожди, что не так? А. Это последняя таверна. Таверна. Отлично. Поднять упавший посох. Какой криповый посох. Посох червей. Воу. Слушай, ну это было. Обалденно выглядит. Найти применение посоху оживляют. Труп, который будет сражаться на вашей стороне, действует бессрочно. Ага. Ну, поднять, я так понимаю, надо тебя, да? О, тут нифига. Так. Окей. Бессрочно, собственно, без конца. Ключ высшего некроманта. Посмотрите, сейф. Ну, давай. О, шлем кровавого червя. Заглядание расходует на 25% меньше магии. Урон нежить увеличивается на 25%. Красиво. Вторая подсказка высшего некроманта. Изгнание Дейдра. Так, книги. Обычному человеку снять, чего снятся с сундуки, полные сокровища. Найти путь в мир снов. Некроманту снится схожий сон. Вот только в сундуке у него другие сокровища внутри тоже. Но чтобы увидеть этот сон и получить эти сокровища, сперма нужно попросить принца о двери. Ух ты, светилища вермины. Так. Что ты хочешь от меня? А здесь есть кровать? Я просто что-то не наблюдаю кровати. Как мне? Мне надо как-то поспать. Не в гробу же. А, у нас спальничек, смотри-ка. Ну, давай попробуем. Нет? Нет? Нет, не очень похоже на то, что оно действует бессрочно. Странно. Пиратно. Нет, точно не нужно поспать, нет? Странно. Ну, в общем-то, я тут посидела, подумала и, знаете, что я вам скажу, что у меня ничего не получается. Вот. По идее, по идее, как везде написано, я делаю все правильно. По идее, я должна как бы, ну, чтобы была вот этого парня осмотреть, все сделать и найти путь мира снов. То есть, блин, поспать. Потому что ни других, никаких целей у меня, собственно, нет. Ну, увы, ах, как бы, ну, ты спишь и ничего не происходит. Не знаю, давай, может, сутки поспим, я не знаю. Прям идеальная работа для меня была бы сутки поспать. Да. Мой рекорд был два с половиной дня. Да, реально, два с половиной дня сна. Да, да, это возможно. Сама охренела. Не спрашивайте меня, как. Я сова. Но, возможно, у меня что-то сломалось. Да. Видимо, у меня что-то сломалось, поэтому квест дальше не идет. Как бы ни час, ни... Не 24. Найти путь в мир снов. Нашелся ключ. То есть, как бы, вроде все правильно. То есть, записку мы прочли. И, правильно, вторая записка где. Некроманты сняли схожие сны. Ла-ла-ла. Но, чтобы увидеть этот сон и получить эти сокровища, сперва нужно попросить принца о двери. Не знаю. Я же не могла ничего... Ничего неправильного сделать. Что мне нужно было сделать? Мне нужно было что? Его воскресить? Интересно, а ты воскресишься, нет? Или только... Нет, мертвый трэл. Это все-таки трэл было. Прикольно, он не рассыпается вообще в косточки, а... Спокойненько так встает. Нет, ты, конечно, крут. Хочу туда. Ну, увы, ах. О, смотри. Костная муха. Интересно. А тот упал? Да, тот упал. Не, не знаю. Он еще живет вон. Не знаю, правда, что он делать будет со мной. Мне нравится, как они стрекочут. Всех скелетов вытащила из своих гробов. Просто тупо всех. Увы и ах. Не знаю. Не знаю, что делать. Добавлено богословение вермины. Блин, а я хотела тут пожить. Вони-то это вручный меч. А я хотела тут пожить. Не знаю, как. Если вы вдруг знаете, что сделано не так, и как это можно исправить, то дайте... Что? Блэд, как? Как, мать твою? Смотри, раз, два. В гробах, да? Судя по всему. Как это произошло? Сколько надо было спать? Десять тысяч лет? Последняя инструкция высшего некроманта. Использовать большие камни душ для душ спящего на уторе. В моем сне рядом со мной мои четверо учеников. Ученика. Но они больше не простые и смертные, а духи, чьи души приняли форму больших камней, и чтобы привести их во тьму, нужно положить камни на алтарь неупокоенного и превратить большие в черные. Лишь тогда сможешь освободиться. Положить камень душ. Положить камень душ. В четвертой тоже такой алтарь был. И руки. Выполнено. Сны мертвецов. Черный камень душ. У вас нет нужного предмета. Вот у меня есть четыре камня душ. О, нам открылась дверь. Но, знаете, что я хочу? Я хочу своего этого... Своего крутого костеняшка. Он, походу, маг. Не знаете, где он? Костя. Костя-то где? Да, бежит он прикольно. А где костя? Отнимаю. Блин, где... Кстати, куда кости делся? Что за прикол? Понимаю. Блин, ну ты не Костя. Там Костя был в капюшончике такой классный. Как будто я в глаза долблюсь и ничего не вижу. Кстати. Отсюда гроб пропал, да? Прикольно. Угу. Забавно. Так, куча грибов. Так, пойдем. Там дверь открылась. Пойдем посмотрим. Угу. О-о-о. Прикольно. Похититель целомудрия. Том 7. Жена два сека? Я заберу. Вбор ягод морозного паука. Шлем Рейна Медвежий Коготь. Не следовало доверять ученикам поиски шлема кровавого червя. Я описал, как выглядит шлем. Думал, что этого будет довольно. Череп тролля с открытым ртом. Корона некроманта. Этот череп явно принадлежал медведю, не говоря уже о том, что зачарование наложено на него, принадлежат, предназначено для воина. Но моим ученикам все равно показалось, что это может быть нужным мне артефактом. На деле же это шлем Рейна Медвежий Коготь, прославленного воина из лесных эльфов. Возможно, стоит поднять босс мира, отдать ему шлем и заставить его разыграть сценку. С усекновением ведьмы? Усекновением. Вы знаете, что это за слово? Я не знаю. Когда у человека по какому-то там дебильному тесту IQ выше сотки, а он не знает, что такое усекновение, я чувствую себя тупой. Ведьмы-змей Гленфаувны, может, от меня развлечет. А в отношении артефакта Манимарко придется удвоить усилие. Может, это новенькая Наара сумеет его отыскать. Она еще совсем юна, но чисто люби у нее, хоть отбавляй. Кстати, пожалуйста, офигенный шлемак для воина. Адыш, да? Кстати, у меня к вам есть огромная просьба. Блин, прикольно выглядит, как рыба, да? Это как саблезубы, да? Запас сил восстанавливается на 20% быстрее, увеличивается запас сил на 70%. Ну да, для воина это прям топич-топич. Мне прям, знаете, еще что интересно, что на тебе? Я все еще здесь. Какое зачарование? Я могу служить тебе, мой танк. На шлеме у тебя. Я хотела увеличивать запас здоровья на 50%. Адыш, да? Ты не хочешь его носить? Тогда я заставлю тебя его поносить. Вот так ты выглядишь забавно. Тогда пойдем? Ребята, пожалуйста, дайте мне обратную связь. О, прикольно, полка из гробов. Мне нравится. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Спязь. Спязь тоже мне дайте, пожалуйста. По поводу... По поводу книг. Вот. Хотите ли вы читать книги? Слушать, точнее, книги? Не хотите. В общем, да. Потому что я начинала пилить для вас книги, но мне стало дюже интересно, потому что те серии, в которых были большие почитухи, даже несмотря на то, что там было прописано, с какой... Ого, как прикольно. Я мне показала, что они на меня смотрят. Там было написано, с какой серии начинается... Ого. Начинается серия. Там было очень сильно задизено. Некроманское лечение. Трагедия в черных тонах. Вот. Поэтому, пожалуйста, заметки о костяной кузнице. Большинство некромантов, в том числе и я, предпочитают использовать цельные трупы и скелеты. Но такой материал не всегда есть под рукой. Костяная кузница может в этом помочь. Это алтарь, на котором можно сложить части тела и получить из них целое. Базовый рецепт для создания скелета, который пригоден для большинства простых задач. Таков. Одна чаша костяной муки, один наполненный большой камень-душ, поместив материалы на костяную кузницу, просто положи на него руки и перед тобой появится скелет костяной кузницы. Изготавливает лишь один скелет или тело за раз. Но зато эта поделка будет служить тебе, пока ее не уничтожат. А также обнаружил, что при добавлении морозной соли можно получить костяного человека-нежить, который обычно можно найти лишь каерни-душ. Они крепче обычных скелетов и могут пригодиться при добыче, так сказать, материалов. Вот, пожалуйста, дайте мне фидбэк по поводу морозной соли, древний нордский шлем. Слушай, прикольно. У меня дома все это есть, так что, так что, наверное, будет прикольно. Можно будет поэкспериментировать, пока есть у нас капюшон пыточных дел мастера. Помидорка. Правда, это не лопата, это черенок от лопаты. Так, ну и здесь башня делает полностью у нас кружочек, да? Да, и выходит вот сюда. Ну, забавно, забавный домик. Я не знаю, ребят, где жить. Хочется где-то обосноваться нормально, так, чтобы было все удобно, все хорошо. Надо будет еще раз в Медвич, наверное, залететь, посмотреть, что там. Жареная кожа, злокрыса. А здесь есть у них там зельки какие-нибудь халявные? Может, на ману чем-то есть? Когда я уже займусь алхимией? Я, блин, не знаю. Столько дел, столько дел, а не знаешь, чем заняться. Вот, значит, да, фидбэк по поводу по поводу книг. Ого! Вот золотой заберу, пожалуйста, серебряный слиток. Нифига себе. Ртутный. И абонит. Нормально. Нормально выживете. Или свой дом построить и в нем жить, как обычно. Не знаю. Короче, да, фидбэк по книгам. Может быть, рекомендации какие-то по дому. И что еще? Блин. Он, он, он такой милишный скелет, я вас поняла. Или в каком-то городе просто жить и не париться. Ну, в каком? Так-то прям на постоянке я нигде не жила. Ну, кроме Вайтран. Да что, ну, по факту дом, дом, дом есть дом, что? Просто, просто полки до шкафы, да? Сами, сами знаете. Или в поместье златоцвет. Ну, там оно такое не особо мне нравится. Ну, как бы нравится, как для материалов алхимических, но не более того. О, дракоша, смотри какой. Это, если Винхельм где, а Винхельм где-то там. Да? Да. Думала, что это он над этим, на дрожщике, но на дрожщике должен быть алдуин, а не просто дракон. А это, по-моему, кровавый, который с двадцатки, да, он кого-то там, кого-то там херачит. Ладушки, я снова прерываюсь до момента, когда я пойму, чем мы будем заниматься. Я склоняюсь все-таки к тому, чтобы идти в сторону Фолкрита и заниматься чем-то там, потому что у нас осталась Стража Рассвета, Фолкрит, ну, район Фолкрита, потому что Стража Рассвета, смотрите, в общем, в чем фишка. Я тут узнала интересную вещь, что в Маркарте квест на Деэдра, который связан с кем? С Малакбалом? Нет, с Малак... Нет. С Малакатом связан другой квестом с орками, который я только что сделала. Наверное, я могу ошибаться. У меня в голове все перепутано. В общем, квест, который... Бог, который вампиров воссоздал. Если туда привести Сирану, как спутника, то квест преобразится очень сильно. И я хочу это проверить, протестить нас на себе. Но, чтобы, собственно, начать путешествовать и делать квесты Маркарта, а также пройти основной квест города, связанный с этим, с Мадонахом, по-другому, то есть отдать город Мадонаху, надо тоже, как бы, пройти сначала чуть-чуть, сразу рассвета. Вот. Но до нее так далеко идти, господи, вы бы знали, по каждый раз туда бегать. Поэтому Маркарт пока остается у нас неизведанной территорией. А у нас еще остался Фолкред. Вокруг, видите, все, все, что-то там зачищало, что-то бегало, что-то, что-то выполняло, но туда не бегало. Можно еще заняться убить им, господи, темным братством, потому что там есть колечко, которое нам нужно по билду. Очень, очень глупо звучит, да, что даже, что у меня есть, как бы, билд, но у меня нашметки билда. Вот так будет честно. Ну, это честно, прям, ну, как бы, у меня, в принципе, билд готов, мне нужно кольцо ночного ткача и стать вампиром. Только не лордом вампиром, а просто стать вампиром. И тогда, типа, будет мне счастье. Но для этого мне все равно еще нужно на стол стейн, потому что мне там нужно ботинки взять. Короче, это сложно, и я делаю все это постепенно и не торопясь. И собирается у меня такая разговорная серия. На салстем я точно пока не пойду. Я пока коплю души драконов, потому что они нам пригодятся. Ну, и надо еще умудриться взять всякие, доделать всякие квесты из разряда вот перехват, вот это пагубные-то на это, запретная легенда. Кстати, запретную легенду надо сделать. Это где нам надо? Вопрос, а почему мы там не были? Третья часть амулета. Почему мы там не были? Непонятно. Я еще раз повторюсь, для тех, кто случайно... Ого, вот это ракурс. Для тех, кто случайно как бы не вкуривает, что здесь происходит и почему я телепортируюсь, ну, просто потому, что я сейчас играю за кадром, а вы почему-то это видите. Вы просто спите. Вам снится сон, что с Кайми можно телепортироваться в режиме выживания, да? Ладно, хорошо. Тогда, наверное, все-таки займемся темным братством, поэтому щелчок и мы уже там. Одну секундочку. Я только камешку у тебя заберу. Идем. Вот. Четырнадцатый. Надо, короче, собрать двадцать два где-то и последний я заберу котлока и усе. И потом пойдем уже в гильдию воров. и слава Ситису. Так. Одеяние теней. Эть. Так. Посмотрим. Нужно ли оно? Но оно нам не нужно, на самом деле. Вот у них нет доспехов. Ну, хотя у меня эти какого. Ну, это если я хочу через броню играть, но если честно, мне так пофигу. сняла, короче, амулеты Катоши, одела Саартала, чтобы заклинания ели меньше. Ну, это как по билду, которого я придерживалась. Но вы прекрасно сами понимаете, что его придерживаться надо было. Я не знаю. Блять, слово билд такое охрененное понятие. Если вот почитать на предыдущих видосах столько... Там от кого-то столько льется говнеца по этому поводу. Господи. Ой, братишка, сидел бы, смотрел просто видосики, не изливался говном направо и налево. Ладно, хорошо. И нахеру портит себе настроение. Ну, эти шмотки вот просто пока не для нас. Я вот не знаю, доспехи 21. Стоит ли, не стоит ли... Как это выглядит? Это выглядит... Прикольно это выглядит, как валеночки. Теперь нам только перчатки мешают, да? И если бы не было этих перчаток, можно было бы спокойно играть, как этот... Как... Как чистый-чистый мак, прям. А как выглядят вот эти вот перчатки теней? Смешно. Одежда. Кольчужные диэдрические перчатки. Всё, окей. Поехали. А, наконец-то. Надеюсь, тебе здесь нравится. Что теперь? Теперь начнётся твоя настоящая жизнь в тёмном братстве. Ты теперь член семьи. Это, как видишь, наше убежище. Более безопасного места не сыщешь во всём Скайриме. Ага. Я просто чувствую себя как дома. Хм... Да. Молчание тебе идёт. Добавляет загадочности. Теперь о деле. Я готовлю для тебя один контракт, но мне нужно время. Пока что сходи к Назиру. У него найдутся для тебя мелкие контракты. Скоро к нам прибудет мать ночи. И здесь станет ещё интереснее. Да. И ещё кое-что. Подарок от семьи. Броня тёмного братства. Пусть она поможет тебе в твоих начинаниях. Можно вот эти ботинки кстати надеть. Какая разница? Поговорить с Назимом. Да, в спину. Ну да. Носитель движется бесшумно. А у меня что? Носитель движется бесшумно, только без этого. Вообще пофигу на самом деле. Просто пофигу. Можно найти сапоги хищника. Можно найти броню хищника. Ой, броню, господи. Сапоги хищника. Поэтому они будут по-моему получше, чем вот эти все спальни. Угу. Страдания. Смертный приговор. Приятно позвонить. Береги свои любезности. Я не собираюсь заводить знакомство с кем-то, кто завтра может отправиться на тот свет. А вот если протянешь хотя бы пару недель, мы наверняка подружимся. Так, что есть работа, Астрид сказала. Что ж, у нас и в самом деле есть несколько контрактов, до которых пока не дошли руки. Ну и еще всякое. По мелочи иногда бывает. Я буду их тебе передавать по факту поступления. Выполняй, как время будет. Так есть. Это не самые славные убийства, честно говоря. И платят за них немного. Но зато тебе будет чем себя занять. Давай, покажи себя. Ограничений по времени нет. Объекты никуда не денутся. Можешь докладывать о каждом по очереди или подождать и получить деньги сразу за всех. Как тебе удобно. Давай. Ну что ж, начнем. Вайварстве дедмужка надо будет убить. Твои объекты нищий нарфи, бывший хозяин лесопилки по имени Энодий Попий и Бейтельд хозяйка шахты. Когда выполнишь эти задания, может дать у тебя еще что-то. А, ты ж, по-моему, чему-то учишь, да? Нет? А, да. Легкие успехи. Вообще пофигу. Денег. Деньги есть. Так, 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 поехали. Да, чувак в Айварстве де. Хозяйка шахты в Марфале и чувак на лесопилке. Так, хорошо, тогда вот это мы пока отключаем. и что еще? Отправляемся тогда? Господи, кот, не пугай меня так. Отправляемся тогда в Волкрит? Да, Гоша бегает с нами, но посох с черепом я убрала, поэтому Гошу, скорее всего, убьют. И мы Гошу не поднимем. Ну и ладно. Просто его наличие рядом придает мне шарм. Да, я на коне. Итак, Волкрит, в доме господа. Мне очень нравится жрец, который здесь живет, который вот хоронит, да, который хоронит. Самое забавное, что если прочитать его дневники, он служил в Доминионе, вот. Это было забавно. То есть он здесь тупо прячется. Пик, может быть здесь тебе там не попадался пес? О, о каком псе идет речь? этот пес особенный. Кузнец предлагает награду за того пса, которого он вчера видел на дороге. Понятно. Я надеялся, что тебе он попадался. Ну, буду продолжать искать. Ты смотри без глупостей, чужак. Можно пойти попросить задаток за пса. Тебе не попадался пес на дороге? Я попросил стражников на воротах поискать его. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный злобный зверь. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Нужно уговорить его поймать. умно. Хочешь задаток за свою работу? Немного золота сейчас, а остальное, когда я получу своего пса. Вот тебе мясо на приманку. Спасибо. Вообще, я на самом деле хотела вот пойти сюда. С такими заклятиями держись от людей подальше. Бу-бу-бу. Может быть, здесь есть какой-нибудь квест прикольный. Кто знает? старикашечка. Всяко может быть какой-нибудь дневничок. Какое-то опасное заклинание. Да какое? Испепеление, блин. Тебе здесь нечего делать, гость. Разве что ты хочешь кого-то похоронить. О похоронах? Фолкрит славится своим кладбищем, гость. Мы похоронили больше мертвых, чем ты можешь себе представить. Ну, хоть не живых. Я жорко, что отдал последние почести на погребальном костре старому боевому товарищу Берету. Не хотел старик лежать в холодной земле. Ты можешь отнести его прохронилу жрецу Арке? Он благословит душу Берета последний путь. Спасибо. За юность мы пьем какое-то опасное заклинание. Скоро век произвол нас все выстречет. А теперь говорят, что наши охоты. Что? Я не слышала из-за того, что он поет. Если ты бываешь в суде, может, ты их поищешь? Вальдер и его друзей. Они вроде бы выслеживали медведя и двинулись на север. Угу. На эти группа охотников Вальдера. Угу. Пища. в принципе, вообще насрать. Да, кстати, ловила лютую рыбу, она пока мне не нужна, но... интересные сплетни в городе. скольные что мне надо, минута отнести прах. Нет, да. Нескоримские дети и тваны не думают, что за мной можно торговаться, как с этими проклятыми бабочками. Сонка ждет с честью. Это же дом Ярфа. Каждый жизнь оттонять. Да? А, нам же нужно явиться к Ярлу, точно. Чтоб дом поймить, когда мы станем... Ну, хотелось бы, на самом деле. Ты взывал ко мне. Рад тебя видеть. А, это ты? Ну, теперь посмотрим. Правду ли о тебе люди говорят. В моем владении есть шайка разбойников. И раньше мы ладили негласно. Поначалу они платили как полагается. Но теперь пора все почистить. Займись этим. Хорошо. Желчная шахта. Казнить всех могилей. Никого не щепить. Не, ладно, я пожеру что-нибудь. Вот так вот. Все оно, все оно пыжженное. Так. До хрена маркеров. Распускай руки, воришка. Муртвая мукулипарка. У меня по-любому тоже как у меня кости будет. Какие-то опасные заклинания. Не подходи ко мне. Но когда я нашла этот город, знаю это немного странно. Профор. Именно поэтому погляди. Ладно, нет, так нет, не очень-то и хотелось. теперь я. Есть что у тебя? По-моему, мне нечего тебе продать. Я вообще с минимальным весом хожу. Мне надо вот кому-то продать эти. Так, и ты ничего не учишь. Хорошо. Мне надо кому-то продать камушки. Я дома камушки нашла. Все-таки позадело может быть у коллегии магов за ордами. Да все уже прошло. Я уже уже все прошло с коллегией магов. Так, давайте эльфу из альтмальского доминиона вручим. О, похорона. Сим, вот ты стоишь жопой перед экраном. Ничего не вижу. Если будешь ходить с такими заклинаниями, наркешься на неприятности. Был связан с смертной долей. Но он добровольно отказался от такого существования, чтобы мы могли лучше понять превратности в жизни и смерти. Приливы и отливы этой великой волны помогут нам обрести обновление и в конце концов покой. Да познает дух Лавинии и всех тех, кто покинул сей скорбный мир, желанный покой Эфир. И да будет дано нам однажды воссоединиться с ними навечно. Печальная наша дочка, наша крошка, она не дожила до десятой зимы. Синдель пришел сюда вроде бы работать. на вид был достойный человек. Он в яме, пока мы не решим, что с ним делать. Если хватит смелости, можешь посмотреть на него. Что может заставить человека сделать такое? Я только не понимаю, кем же надо быть, чтобы делать такое? Куда ушел? Стой, жрец. Ты уж поаккуратнее с этими чарами, ладно? О, ты колдовство учишь. Фраг Беррика. Он был хорошим человеком. Мало воинов доживают до глубокой старости. Спасибо тебе. Я прослежу, чтобы его похоронили по всем правилам. Вот это тебе за труды. Больше мне нечем тебя учить. Ну, лобби. Так, что мы делаем? Желочная шахта, где находится недалеко. Найти группу охотников, найти собаку в окрестностях. Можно туда как бы пойти. в принципе. Потом все равно возвращаться. Ведь да? Ну, да. С собакой, ну, с Клавиусом Вайлом можно, да, будет делать квест. Но это можно будет делать за кадром, потому что у меня открыт быстрый проход в эту... мы там были по какому-то заданию или я, скорее всего я там была по какому-то заданию. И... А, посох забирала, посох Энтира. Угу. И что еще? Ну и все. У меня открыт быстрый проход туда, так что можно будет даже не запариваться. По поводу совета, что можно и так добывать руду. Хороший совет, я не знала. Я не знала. Серьезно. Так. И... У меня... мне нужна на тройку испепеление. Вот на тройку. О, блин. Ну, ладно. Чисто, чисто прокачка этого... ммм... Голдовства. Когда все равно ходишь с пепелением. Из пепеления с двух с рук, с двух с рук, блин. с двух рук. Собака мощная, но можно только три раза его вжарить. А вот обычное испепеление, когда с одной руки, то очень даже вкусненько. Очень даже вкусненько можно бомбить людей. что и это у нас охотничий привал. Посмотрим. ну, это знаю. Кто меня видит? Кто-то не спит там, да? Ну, ладно. Оленина воровать не буду. взять возьму, воровать не буду. так. Шестая пещера. Сприганны. Сприганны? Сприганны. Ари умерла уже внутри. Я раньше не думал, что Понимаешь, меня тоже потрепали. Если честно, то пока я никуда идти не могу. Дышать больно. Спасибо. Пожалуйста, поторопись. Ту-ту-ту-ту-ту. Намного лучше. Спасибо, друг. Сейчас будем еще испепелением его, да, херануть? И что дальше? Я не могу просто так уйти. Так, ведь тела моих друзей их рвут на части, эти твари. Ты окажешь такую услугу постороннему человеку? Не знаю, что и сказать. Веди, я с тобой. Попробуем. Блин, надо еще через лук. Можно через лук поиграть, а можно через призыв поиграть? Не, окей. Ары! Ну и один. Блин, надо еще через лук кое-какрест算 так еще один дружок пирожок не ел не ел обалденно конечно уж этих ребят чтобы они не как называется не регенерировали все кончено дай полечиться правосудие да собака вот же он тварь а ладно что я не могу прыгать они получается травят я не знала что сприган травят на хп наглым образом улетучилась где-то был сприган ну ладно а вот он выходи засранец так сэйф больше генецы главное чтобы его главное чтобы он не стал генеть все знаю что правосудие свершилось если это можно так назвать знаешь возьми вот это мелочь конечно но для меня это важно ари подарила мне этот кинжал когда мы в первый раз вместе пошли на охоту сказала что он приносит удачу пусть он теперь будет у тебя я похороню их как полагается и пойду домой найди меня если окажешься тебя всегда будет теплый прием спасибо счастливый кинжал 25 вероятность крит удара прикольно жалко некрасивый а здесь вообще есть какие-нибудь там сундучара синего нет золотая жила золотая золотая жила золотая необходимо нам для кузнечки давно я что-то кстати не занималась кузнечкой бегала блин по всем разным заданиям это да а вот он вот он не занималась совершенно никаким качам ну кроме этого кроме изменения вот ну все с одним квестом закончили замечательно так теперь надо разобраться с этим надо еще в морфале сделать главный квест чтобы нам я хочу дом построить там в морфале потому что пристань там есть пристань там можно это всякими и потребствами с рыбой заниматься желудочная шахта так это на вот этот маркер пойдем не мишка не сегодня я так что перебила кучу ваших сородичей ой да ладно что ты там спрыгнула то ой что это что это за значок такой и пичку где-то наверху что ли мой везде конь везде пройдет приветики мужики поворачиваются тут конь пока успею золотать не трогай моего коня отлично что я хотела сказать можно остаться на фаерболах в принципе и там фаерболами можно просто все что угодно запихать 15 фаерболов я могу вжарить в одну харю просто хотелось тут то как бы это если с двуруча ну а когда не хватает можно и на испепеление пересесть ладно ладно пустимся вниз что у вас тут показывайте рассказывайте зелье на продажу лидо с жоржем добежали гоши жоржем раз два три четыре мы опять одни в квартире мне просто интересно что это за метку сейчас узнаем и чё в этой шахте интересно карьерный камушек карьерный камушек карьерный камушек парни просто ой просто . запеки да ёб твою мать либо просто запихиваешь его прости жоржик тебя попала стрела в колено главарь бандитов так ярл ждет моего ответа ну лида ну зачем ты так это что орехалк нафиг не взрался мне этот орехалк сейчас это точно а вот где у него это вот он надо было не брать у него сырая говядина куку козий окурок ну вот теперь жоржик не будет раздражительно делать непередаваемые звуки жоржика ладно кхм найти собаку мне интересно что вот это заметка спокойно муцефал ты чё ореха с ну это похоже как на новый дом хэндо Рыхейм хэндо Здрасте. Ни хера всем малявка. Блин, я сюда хочу. Красиво тут у вас. Большой дом. Ну, может и не надо будет ничего строить, если он мне понравится. Ну, вроде похоже на то, что здесь мы должны жить. Красиво выглядит, конечно. Так, ладно. Что еще нам нужно? С этим домом. Блин. Тупик. Да отстанет моей лошади. Блин, так вы офигенно бьете за метр. Просто вообще бенч. Вы издеваетесь, что ли? Сука. Ну и ладно. Ой, а где у меня сейф? Не увальдали? Или когда я выйду из пещеры? О! Забись. Туда можно просто не ходить. Но я бы все-таки... Видите? Я бы все-таки домик-то... Домик-то открыла. Хорошо. Тогда мы встретимся с вами на каком-нибудь пункте назначения. Или я просто почитаю, как начать квест на вот этот вот... Если это вообще дом. Хендрахейм. Самое интересное, что... Я не знаю, как... Где этот квест берется. Но... Это, собственно, является из этого. Из... Ну... Короче, типа, платная модификация. Которую сюда, естественно, добавили просто так. Этот квест где-то берется. У него цепочка из пары действий. Но... Все начинается вот так. Можно начать все вот так. Спасибо. Записка. Эй, двины. Ключ. Когда мир был юн, все было проще. Закон был таков. Или мы, или они. Мы сражались, чтобы выжить. А смерть облекала нас в славу. Теперь мы сражаемся с собственными братьями и сестрами по оружию. За знамена, которые меняются с первым же дуновением ветра. Когда я убила Хьорика, я... На поле боя я поделась больше не поднимать оружие. Этот выбор продиктовала мне моя честь, но последствия навлекли на меня бесчестье. Барды не слагают песни на тех, кто умирают дома, став жертвой времени. Если я хочу еще раз его увидеть, я должна встретить с Суном на мосту китовой кости и заслужить свое место в зале доблести. Я тоскую по тебе, брат. Дождись меня в савангарде. Окей. Надеюсь, ты в савангарде. А я сломала квест. И теперь этот дом наш. Так все просто. Большой свет. О, здесь еще есть кто-то внизу. Зачаровалка. Где алхимия, кстати? Красиво. Это что? Клинок. Скал. Стеклянного короля оленя. Душитель. Белый иней. Кровавая коса. Блин, это все бы найти бы. Мотылек. Ключ. Череп. Щит Ауриэля. Меч Харкона. Щит Стража Света. Ауриэля. Абонитовый клинок. Прикольный для каждого свое. Бич Дракона. Сияние Рассвета. Балава. Рубиновый алмазный драконий коготь. Странно, они сюда как-то крепятся, конечно. Ну да ладно. Слушай, ну забавно. Мне нравится. Красиво. А, вот она, господи. Вот сюда можно ингредиенты сложить. Вот сюда можно сложить баночки. А, подожди. А, да, зачаровалка туда. Ну сюда можно камни душ, наверное, сложить. Здесь для чего-то нет. Просто для оружия. Еще куча манекенов. Здесь столовка с кучей еды. Очаг. Тепло. Кухня. Барная стойка. И спаленка. С сейфом. Монетками. Детская. Кстати, жемчужинка. А, упала. Нордская секира. Прикольно. Ну и спаленка. Здорово. Прикольно. Наверное, я даже сюда переехала бы. Все равно дом придется построить ради того, чтобы рыбалкой промышлять. Так. Да. Встретимся с вами. Теперь точно встретимся попозже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова